Работаешь ты ведь еще и над новым или DVD, или винилом, или над тем или другим. Да, все гораздо проще. После почти 20-летней паузы... 96-й год, по-моему. 96-й год выходила пластинка. 18 лет, да. После вот такой длительной паузы наконец-то решил я выпустить CD, и поскольку сейчас очень большое, так сказать, популярность очень большую набирают виниловые пластинки, особенно хорошие виниловые пластинки, у многих дома появились проигрыватели. Вертушки, как они набивались, да. Ну, конечно, и на виниле тоже. Ну, значит, я так понимаю, что DVD не будет, да, какого-то? Я пока не знаю, но на DVD, наверное, вот посоветуй мне, что лучше выпускать на DVD, какие-то концертные версии или собирать туда какую-то клиповую историю? Мне кажется, что концертные версии сейчас вот как-то актуальны. Я помню, вот ваш юбилейный концерт, я в твоем фейсбуке совершенно был потрясен фотографией со сцены, а потом там были выложены фотографии, когда ты снимаешь на айфон зал. Да, да, да. Ну, знаешь, да, вот технологии, да? Между прочим, это потрясающе. Раньше надо был фотограф специально обученных людей, а сейчас человек одной рукой на клавишу, второй жмет на... Только не рассказывай коллегам, потому что меня будут ругать. Я должен был двумя руками в этом месте играть. Но такой снимок невозможно было не сделать. Когда ты стоишь на сцене, когда зажигаются прожектора, а ведь это открытая площадка была, и там было людей, наверное, зрителей, ну не знаю, тысяч... Ну много. В какой-то момент вот наступает прямо вот желание это запечатлеть. Да, ну у тебя вот те фотки, которые делались из-за аудитории, то есть у тебя такое счастливое лицо, такой человек с айфоном абсолютно счастливый. Здорово, здорово. Знаешь, какая мне еще пришла идея? Если мы будем чаще встречаться, можно выпустить на DVD нашу встречу. Хорошая идея, да. Надо будет подумать об этом. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. 24.